Мы немножко затронем вопрос обсуждения вообще ввода новинок и ввода новых ингредиентов уже в дискуссии. Сейчас мы не будем отвлекаться на вопросы. И я приглашаю Ольгу к тому, чтобы продолжить наше общение уже немножко в другую, переведя парадигму обсуждения. А именно мы поговорим про оборудование, коллеги. Не только. Ой, ну да, там технология, столько всяких немалых задач. Вообще, на самом деле, когда наблюдала, с каким воодушевлением работают коллеги, в том числе и на вашем оборудовании, да, и, знаете, каждый раз радостно понимать, что вот эти технологические решения, которые в том числе и вы представляете, да, они еще очень красиво в зале смотрятся, что же немаловажно, да. Вот, поэтому рассказывайте, что может и как правильно нам сейчас действовать, когда нам нужно создать правильную технологию, да. И по вопросам, связанным с внедрением каких-то вещей, мы еще в дискуссии также поговорим. Передаю слово. Да, спасибо. Очень рада поприветствовать всех нас, коллег. Очень радостно встретить друзей наших производителей сетевых клея. Очень рада знакомству с новыми. Меня зовут Ольга. Я представляю компанию Дебак. Компания Дебак является производителем хлебопекарного оборудования. Но мы работаем не только в рамках производства оборудования для хлебопекарной отрасли. Мы работаем также в рамках производства для загостовочных фабрик и для организации всевозможных фудкортов. Поэтому, пользуясь случаем, сегодня очень рекомендую посетить наш стенд в рамках этой выставки и воочию тактильно увидеть все, что мы имеем и можем делать. Ну, такая еще небольшая информация интересная. Антон Дулов, да, по-моему, выступал с презентацией. Очень классная презентация. Супер. В Москве также это один из моментов воспользоваться, чем можно, находясь здесь. Есть такая сеть магазинов Fresh Frost. Возможно, кто-то из вас слышал. Они в прямом смысле слова на протяжении трех лет развивают категорию магазина у дома, жесткого дискаунтера, где все категории представлены в формате только замороженных полуфабрикатов. И на сегодняшний, прошу прощения, просто третий день выставки, голос немножко подсел, поэтому такой вот неактивный. И они уже на протяжении трех лет развивают данный формат. Он действительно имеет место быть. Он очень удобен, он очень компактен и он по срокам хранения очень интересный конечному покупателю. Поэтому можете набрать Fresh Frost, посмотреть здесь поближе локации и забежать, глянуть, посмотреть воочию. У нас есть небольшая проблема. У нас на все про все 20 минут. Я считаю, что это очень мало для такой интересной темы, которую хочу сегодня вам рассказать. Поэтому рекомендую записать мои координаты, их зафиксировать, потому что наверняка у вас появится много идей и вопросов, в которых мы могли бы вам помочь. Но на сегодня я все-таки хочу рассказать о некоторых технологиях, которые невозможно уже не применять в организации собственного производства в рамках организации выпечки, кулинарии. А также хочу вспомнить вместе с вами мое предыдущее выступление в прошлом году в рамках этого мероприятия. И также рассказать про концепт, напомнить, да, и какие там технологии, которые необходимо применять. Ну, о чем мы будем говорить? Конечно же, это все возможные концепты организации пекарни при магазине у дома. Потом о собственном производстве, выпуске замороженных полуфабрикатов и о технологиях, которые нельзя применять. Значит, супермаркет и магазин у дома, он делится и работает по организации пекарни в двух форматах. Первый формат, когда вы производите по технологии полного цикла. И второй концепт, это тот, когда вы работаете с использованием замороженного полуфабриката максимальной готовности. Значит, на прошлом мероприятии мы с вами очень обзорно и детально обсуждали эти форматы, где раскладывали их и смотрели, чем отличается от другого и выясняли эффективность этих форматов. И вот здесь есть небольшая ссылка, кстати, на Retail.ru, презентация также есть, можно посмотреть, если интересно. Но нами было выявлено, что самое эффективное производство при магазине – это производство с использованием технологии выпечки замороженного полуфабриката. Почему оно оказалось самым эффективным? Оказалось оно потому, что оно дает из выручки всего магазина от 5 до 10% только на отделе пекарни. Это большие цифры и это очень выгодно. Второй момент – это стабильное качество готового продукта, который получает и покупает ваш покупатель. И это не менее важно, это самый основной фокус, на чем вам, производителям и организаторам собственного производства при магазине нужно фокусироваться. Потому что тот, кто в любое время дня и ночи, суток и недели, может дать единое качество в любой локации. То есть, как пример, Макдональдс. Заехав в любую часть города, ты скушаешь тот же самый, того же самого вкуса бургер, который ты съел неделю тому назад. Это очень важно. И третий – он оказался самым эффективным, исходя из того, что это финансово самый выгодный концепт – работа с замороженным полуфабрикатом. Почему? Потому что это очень малые вложения на профессиональное оборудование и, следовательно, на фонд оплаты труда. Потому что специальных навыков и знаний не требуется. Не требуется специальных людей, которые организовывают эту выпечку, выкладку и так далее. И все-таки одним из основ является этот тот полуфабрикат, который вы используете при организации собственного производства при магазине. Поэтому очень хочу рассказать вам про то производство замороженного полуфабриката. Что мы с вами печем? Мы печем несколько категорий, такие как мелкоштучные изделия и хлеба. Поэтому здесь я дала вам небольшую краткую информацию о том, вот это важная информация, можно ее записать, что при проектировании производства замороженного полуфабриката важно помнить, что все дрожжевые слоеные изделия, они должны быть сформованы, расстойно заморожены. То изделие, которое не требует никакого человеческого вмешательства. Следовательно, это стабильное качество. Когда человек просто достает из минус 18, выкладывает на листы и отправляет в профессиональную хлебопекарную печь, которая имеет возможность работать с таким качеством полуфабриката. И когда вы планируете, проектируете производство, вы должны понимать, что такой продукт необходимо морозить в центре до температуры минус 10 градусов. Вот это важно. И вторая категория – это хлебобулочные изделия. Чтобы создать единое качество любое время, хлеб этой категории, продукция должна быть 80% выпеченной. То есть это готовый полуфабрикат, выпеченный, но не имеет яркого презентабельного вида. И морозится при организации на производстве, он должен в центре до минус 6. Ну и следовательно, все это хранится в минус 18. Ну и как же все-таки выглядит собственное производство, да? Сейчас, минутку. Как выглядит то собственное производство? Наталья, прошу прощения, а здесь есть указка, нет? Нет, да? Ну ладно. Значит, как выглядит собственное производство? Это проект. Проект – это производство, которое необходимо проектировать. И проектировать, исходя из следующих соображений, что нам необходимо произвести продукт в формате замороженного полуфабриката быстро, с определенной температурой в центре. Это должно упаковаться в определенном месте, при определенных температурах, пересыпаться там в ваша короба или куда-то разложиться и отправиться в камеру минус 18, где это будет храниться и откуда вы будете получать и развозить на своей точке, где организовываете пекарню, там, выпечки и до выпечки замороженного полуфабриката. Поэтому я схематически изобразила цифркой 1 – это то сердце этого проекта, камеры шоковой заморозки, которые позволяют создать необходимого, правильно, нужного качества продукт. Цифрка 2 – это камера упаковочная, где после шокера проходного уровня выходит замороженный полуфабрикат, пересыпается, и дальше цифрка 3 – это та камера минус 18, где хранится этот продукт. Что важно? Важно основное, что один процесс с минус 30, где шокер, перетекает в процесс плюс 2, упаковочную камеру, и этот процесс перетекает в минус 18. Это очень важно и правильно делать, потому что если вы шокер ставите, как чаще всего, за неимением места или еще чего-то там в одной части помещения, упаковка вы через тепло везете в другую часть, камера хранения у вас еще где-то находится, то есть то, что вы создали в замесе, формовке, расстойке, вы используете хорошую технологию замораживания, подтверждаете, кристаллизуете, создаете этот продукт, по итогу, нарушая технологический процесс, вы просто его губите. И в дальнейшем при работе с таким замороженным полуфабрикатом, организованным не по правильной технологии, будет очень сложно организовать на вашем магазине именно тот отдел пекарни, который будет работать как часики и зарабатывать вам деньги. Поэтому это вот очень важно из производства замороженного полуфабриката. Ну и, конечно же, сердцем выпуска замороженного полуфабриката является шоковая камера. Очень много разных систем, и все нужно анализировать, рассматривать, брать во внимание. Но что важно при выборе? При выборе очень важно понимать, по какой технологии работают камеры. Очень важно понимать потребление электроэнергии, потому что производство замороженного полуфабриката это очень дорого. То есть шоковые камеры при классической системе работы потребляют от 12 до 12 киловатт, например, заморозки двух тележек, всего лишь там 400 штук каких-нибудь слоеных изделий. Поэтому чем энергоэффективнее будет ваша шоковая камера, тем дешевле будет себестоимость вашего продукта. И, следовательно, это размер камеры шоковой заморозки, ее конструкция. Поясню почему. Потому что, когда вы начинаете работать с проектированием, с проектом, реализуете именно выпус замороженного полуфабриката, буквально через пару месяцев вы посчитали всю эффективность и вам захотелось продолжить дальше. И здесь очень важна эта компактность и габарит. Вот, например, у нас явно есть пример сеть Коммодор, которая работает с нашими системами на наших камерах. У них приблизительно было так. Спроектировали, нам было бы достаточно такое-то количество. Камер поставили несколько, поработали полгода, захотели еще одну, потом четвертую, сегодня пятая, шестая и так далее. Поэтому здесь это действительно заморозка очень удобная, очень выгодная и очень много преимуществ. И на примере дебага нас, производителя, я хочу вам несколько дать девайсов, потому что производителей хорошего оборудования очень много. Но все-таки нужно понимать, что для чего производится и для каких целей. Вот компания Дебаг, в свое время узнав эту компанию, придя туда работать еще в рамках обычного менеджера по продажам, и имея опыт и практику технолога на предприятиях хлебопекарной отрасли, что мне понравилось? Мне понравилось то, что компания Дебаг производит оборудование, которое способно сохранить и улучшить качество вашей продукции, которую вы хотите и создаете на стадии замеса, благодаря ингредиентам и так далее. Также и здесь, в этих камерах, камеры работают по принципу всасывания, где не нагнетают воздух. Благодаря этому они очень компактные. Очень быстро кристаллизуют равномерно мелкими кристаллами льда по всей материи продукции. Тем самым качество продукта соответствующее. Дает возможности использования и замораживания при производстве кондитерских изделий, где не нужно дорабатывать после заморозки. Ты сразу украшаешь полуфабрикат, тортовую дорожку, например, сказка. Ты кладешь ягоды, ты льешь животные сливки и уже замораживаешь в шоковой камере. И потом со склада просто отгружаешь по магазинам. А у многих других ты просто на стадии полуфабриката без отделки замораживаешь. Потому что те технологии с принципом нагнетения они растрескивают, они повреждают. Потому что это определенные физические процессы, против которых ты просто бессилен. Поэтому вот это очень важно. Также очень важно здесь, что камера дебаг действительно потребляет от 3 до 6 киловатт за цикл охлаждения, неважно любого изделия. То есть и конкурентное другое потребляет минимум 12-15. То есть вот вы посчитаете свою сырьевую себестоимость, вы заморозили 400 там круассанов, вы знаете цену ваших киловатт в ваших регионах, вы еще можете понять, сколько у вас на эти две тележки, на 400 изделий затратилось денег на электричество. И это ваша себестоимость. То есть благодаря этой системе, этим камерам у вас есть возможность делать продукт хорошего, высокого качества, но при этом недорого. И следующий формат, мы же говорим про производство, про технологии, это формат производства, который еще у многих на сегодня есть, он существует. Я думаю, в ближайшие 5 лет он еще будет существовать, потому что сегодня есть определенные сложности с оборудованием, сырьем и так далее. Это производство, которое работает по технологии полного цикла. Также на предыдущем выступлении мы проанализировали и этот формат. Что мы выяснили? Этот формат, для того, чтобы работал, существовал, он требует больше площади, как минимум 150 квадратных метров и более, большее количество оборудования, потому что полный цикл производства, это все процессы, отбукопросеивания, замесов, формовки, растойки, выпечки. Большее количество высококвалифицированного персонала, потому что на минуточку дрожжи это живые организмы, которые управляются влажностью и температурой. И очень важно соблюдать очень много показателей для того, чтобы стабильно производить определенного качества продукцию. Следовательно, это высокая квалификация. И большие финансовые затраты. Какие именно? Это то, стоимость большого набора оборудования, это его обслуживание, ремонт, ну и, следовательно, фонд оплата труда, потому что все эти люди ни одна, ни две единицы, а как минимум там 15-20 человек, которые выполняют все эти задачи. Но несмотря на всю сложность и как бы несовременность данного формата, и здесь уже сегодня появились технологии, которые позволяют автоматизировать и улучшить и стабилизировать качество выпуска ваших изделий. И для того, чтобы понять все-таки от чего зависит единое качество, я предлагаю рассмотреть вам некий слайд, где я указываю, какие процессы мы проходим с вами при организации производства. Ну, это, конечно же, первая подготовка муки, мука, подготовка мукопросеивания, дальше мы это замешиваем, формуем, растаиваем, выпекаем, и конечный клиент у нас получает готовый продукт. И во всем этом процессе только два важных процесса, которые отвечают за единое качество и за его сроки. это растойка и выпечка. Последние два перед готовым продуктом. Поэтому и здесь уже есть технология, которая поможет вам оптимизировать и улучшить, и стандартизировать, и уйти от лишних людей. Это технология, у которой нельзя применять, технология холодного тестоведения. То есть это некие камеры, которые работают в формате температуры от минус 20 до плюс 40. А так как дрожжи это живые организмы, которые управляются влажностью и температурой, эти камеры позволяют сделать что? Они позволяют безстрессово организовать производство. То есть автоматизировать процесс растойки. Когда вы наформовываете, например, вы приблизительно понимаете, знаете, объем продаж там ежедневного, да, у вас может быть одна камера, может быть 2, 3, 4. Они могут быть листового формата, могут быть для гипермаркета или большого супермаркета в формате тележек. Вы на день, например, наформовываете себе, забиваете их. Камера работает с дрожжами, которые находятся в этих продуктах, по кривой выравнивает те температуры, которые нужны для выпечки, и человек, пекарь, только приходит, нужное количество берет, выпекает и уже раскладывает на прилавок. То есть помогает автоматизировать процесс растойки без вмешательства людей, потому что сегодня это выглядит так. Обычная растойка, которая работает в формате температуры комнаты и выше, человек подходит и визуально глазами нет, не расстоялось, надо еще подождать, или там и расстоялось. А это процесс растойки, это ваш вкус и аромат, и срок хранения. То есть продукт может быть перерастоян, он может быть кислит, он может быть недорастоян, он может быть сухим. Поэтому, следовательно, это всегда разное качество. Следующее преимущество, это организация производства ремесленного продукта, именно благодаря этой технологии. Вообще в Европе традиционные хлебопеки и форматы гипермаркетов, как и глобус, такие камеры все-таки используют для создания нового продукта. То есть по факту вы по тесту берете совершенно простую рецептуру, но благодаря замедлению процесса, где сахара потребляют эту воду, вы создаете более ароматный продукт, более вкуснее, более крафтовый вид. И по факту минимальная сырьевая себестоимость вам дает новый продукт, который вы продаете дорого. То есть это тоже очень здорово и классно. Почему? Потому что сегодня, несмотря даже, как Наташа сказала, в регионах, у вас классные супермаркеты, магазины, просто суперы. Нельзя сказать, что российский рынок отстает или не развивается. Нет, это не так. Мы, как всегда, впереди планеты всей. Но мы почему-то очень скептически относимся к опыту европейских наших коллег. Поэтому, как заметил предыдущий докладчик, необходимо для того, чтобы изобрести что-то новое, что-то посидеть такое, которое реализовано в реальности правильно. Но это, конечно же, Европа. Поэтому в том числе и супермаркеты во всей Европе эту технологию используют, чтобы создать новый продукт и зарабатывать больше. Ну а также эти камеры позволяют сократить фонд оплаты труда. За счет чего? Для того, чтобы к открытию магазина на прилавок выложить какой-то продукт, люди должны прийти как минимум за 4 часа до рабочего дня, до начала открытия магазина. Для чего? Для того, чтобы засыпать все эти ингредиенты, замесить, расстоять, испечь и выложить. Это долгий по времени процесс, 3-4 часа. Благодаря этим камерам, например, там у вас акция начала дня, кофе, круассан, велка штучка. Например, одинаковый продукт по тесту, классическая дрожжевая слойка или сдоба. Вы с вечера наформовываете определенное количество продукции, отправляете в такие камеры, программируете таким образом, что за час, за полчаса до открытия магазина камера автоматически растаивает и тормозит процесс расстойки. Приходит только один человек, пекарь, за час открытия, достает оттуда уже готовый к выпечке продукт, выпекает, раскладывает на прилавки, дальше переключает как на обычную классическую расстойку и работает, если вам это необходимо, нужно, по классической схеме организации собственного производства. Поэтому я очень рекомендую и прошу вас, также, кто еще не использует, обязательно обратить внимание на эту технологию. Да, оборудование не дешевое, потому что там определенные компрессоры высокопроизводительные стоят, определенные, там, климат должен равномерно распределяться. Это все ноу-хау, технологии, но это очень оправдано, просто нужно взять лист, нанести на бумагу, посчитать, и в реальности вы просто поймете, что это колоссально выгодно и удобно. И, конечно же, в заключении я хочу сказать следующее, что очень важно работать эффективно. Почему? Потому что эффективность это то, что дает идея, то, что способна эффективность, это способность делать что-то хорошо и без каких-либо потерь. И в заключении хочу сказать следующее, как апостол Павел сказал, что пусть сейчас мы пребываем в смутном времени, но пребывает с нами вера, надежда и любовь, и любовь из них больше. Поэтому я очень желаю вам любить свое дело, любить настолько, чтобы использовать хорошие, высококвалифицированные технологии, а мы будем только рады с вами работать и помогать развивать ваш бизнес. Спасибо. Спасибо большое. Благодарю. В день выступления я впервые выступаю. Да, да, да. Спасибо большое. Знаете, каждый раз, когда я понимаю, что хочется больше про технологии слушать, я начинаю думать, как у меня строить следующие наши программы таким образом, чтобы была возможность более глубоко погружаться в какие-то вещи, да, и чтобы у вас была возможность там поспрашивать. Мы надеемся, что с коллегами из компании Дебак мы организуем какие-то отдельные семинарные истории, которые вам позволят, ну, вот называется, более детализированно решать... Вот там есть микрофон, если что-то рядышком с тобой, да, да. У нас как раз есть план, на самом деле план Наполеона. Да, ну, главное, естественно, с этими планами справиться, потому что очень важно, чтобы вы со своими вопросами, придя, имели возможность разобрать их, да, потому что там у каждого свое, я понимаю, что... Наташа, знаешь, это как, почему появился телефон, да, потом почему появился компьютер, вообще это все, это решение какой-либо проблемы, поэтому очень важно и правильно всегда начинать с проблем, хотя мне многие говорят, да нет, это неправильно, надо всегда положительные эмоции, но в нашем с вами случае, когда мы производители оборудования, есть производитель хороших ингредиентов, и вы, как конечный потребитель всех этих услуг, должны четко выявлять ваши слабые места проблемы и искать именно решение их, только благодаря решению вот этих проблем у вас все будет здорово. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok